Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас рада приветствовать в программе «Хлеб на каждый день». На каждый день есть накрытый стол, на каждый день есть Божье благоволение, на каждый день обновляется милость с восходом солнца. Даже если это зимний день и солнышко почти не поднимается, по крайней мере в северных краях, но в любом случае оно всходит. И потому у нас есть хоть какая-то часть белого дня, когда мы можем говорить «а милость обновлена», мы проснулись, Господь не спит и не дремлет, Он бодрствует над Своим Словом. И поэтому, когда мы с вами имеем внутри себя какое-то отношение, и тем более доброе отношение в адрес какого-то человека, как важно его высказывать. Не просто держать в своем сердце и думать «да, на самом деле человек талантливый, на самом деле человек очень целеустремленный», либо мы можем сказать, что человек этот бескомпромиссный, жаждущий большего. Мы можем разные качества отмечать в судьбах людей, либо благородный, либо человек, который очень верный и ответственный к своему делу, относится так, что можно на него положиться. То есть ведь эти качества, они тоже не где-то на небесах в ангелах, они здесь на земле в людях, и мы это видим. Но вы знаете, что любые качества, которые связаны с негативом, они тоже присутствуют в разных людях, и даже в тех, чьи качества и ценные мы тоже видим и понимаем. Но что происходит в восприятии людей? Что если эти качества негативные проявляются, то все позитивное как бы перекрывается, потому что минусы умеют кричать. И тогда люди начинают много или долго, или еще с разными людьми обсуждать эти минусы, вместо того, чтобы утверждать то доброе, что там есть, и дать этому еще полив, благословить, а не просто как будто бы не заметить. И вот этот принцип, друзья, нам надо взять как минимум на сегодняшний день и посмотреть, кому из людей я мог бы сказать что-то доброе, пока он рядом со мной, пока он действительно трудится на одном поприще со мной, а может быть параллельно, может быть даже конкурент. Но в любом случае у него есть чему поучиться. Если мы что-то доброе видим, то важно об этом сказать. Не просто видеть, не просто понимать, что да, мне важно, чтобы рядом человек был верный, но говорить об этой верности, что ты это ценишь, что тебе это дорого, и благословлять человека на преображение и в тех качествах, в которых еще нет победы. Поэтому, друзья, у нас есть выбор, как мы будем выстраивать отношения. И если минусы кричат, а мы умеем узнавать, что это не тот голос, на который нам надо отреагировать, то важно достать тот тихий голос, но уверенный, твердый, который говорит о позитивных вещах, и дать ему развиться, дать ему громкость. И причем вы знаете, что на похоронах очень часто говорят много позитивных вещей, и, как правило, их не придумывают, а просто озвучивают те сильные стороны, которые сопровождали человека по жизни. И это нормально с той стороны, что его помнят добром, но как хорошо помнить добром, пока человек жив, и как важно это делать и высказывать. И поэтому, если на день памяти, вечер памяти, что бы это ни было, и у нас есть слова благодарности, то достать бы их пораньше, сказать человеку об этом раньше. И это на самом деле будет укреплять тех, кто рядом с нами. Но Давид это делал и говорил, или мог так чувствовать и понимать по поводу Авенира и до его смерти. Поэтому, когда он это говорит уже в день погребения, то это тоже имеет вес. И сказал царь слугам своим, знаете ли, что вождь и великий муж пал в этот день в Израиле. То есть, таким образом, он его уже не видит врагом, а даже видит частью той армии, которая могла стать в Израиле единой. И вот это, друзья, очень важно, потому что тогда, когда мы что-то видим большее, чем сейчас этот человек проявил, то мы видим эту перспективу и позволяем ему туда войти. Но для этого нужны не наши глаза, а Божьи, которые в нас приходят тогда, когда мы просим этого зрения, когда мы просим мази для глаз, когда мы просим, чтобы Господь очищал наши сердца, чтобы нам правильно видеть. Небесный Отец, мы просим и сейчас об этом. Ты знаешь, где мы видим искаженно, но нам так не кажется. Поэтому мы просим Тебя, чтобы Ты открыла наши глаза, чтобы видеть других людей глазами неба и помочь им состояться, пока еще есть эта разница между тем, кем являются и куда Ты ведешь. И я прошу Тебя, чтобы Ты поднимал такую армию людей, таких людей вокруг нас, которые бы могли рядом с собой повести другого в большее, чем он сам достигнет. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»